Девушки отдыхают И сегодня мы будем говорить с вами о феминитивах Феминитивы — это слова женского рода, обозначающие лица женского пола И образованные от парных к ним слов мужского рода Феминитивы чаще всего употребляются для обозначения социального положения, профессии или места жительства То есть слова студентка, журналистка и москвичка будут являться феминитивами Это понятие возможно только в тех языках, где присутствует категория рода То есть в английском она отсутствует в принципе, в отличие от русского и немецкого Вообще, по мнению ученых, занимающихся гендерной лингвистикой Все проблемы из-за того, что язык андроцентричен То есть в основе языковой структуры лежит мужской взгляд на мир А женщина является чем-то дополнительным Приверженцы этой концепции считают, что основным доказательством Служит то, что в языках совпадает слово человек и мужчина В немецком это der Mann Это неизбежно приводит к гендерной асимметрии В которой понимается отсутствие изначально слов женского рода Для обозначения, допустим, большинства профессий Объяснить это можно структурой общества, в которой язык формировался Откуда было взяться слово врач в женском роде, если врачей и женщин просто не существовало? С начала 20 века идеи феминизма стали набирать популярность И немецкие женщины были в этом деле пионерами Например, Роза Люксембург и Клара Цент С точки зрения образования феминитивов Конструкции немецкого языка являются достаточно простыми и удобными От многих профессий они образуются при помощи добавления суффикса in Например, штудент становится штудентин В некоторых случаях при этом также меняется гласное в корне Например, Хох становится Керхен А так как язык является подвижной структурой, отвечающей на запросы общества То по мере появления женщин в разных сферах В немецком просто появлялись феминитивы для их обозначения Одним из последних примеров подобного наполнения языка Может служить появление в немецком слова Die Kanzlerin Так как в данный момент должность канцлера ФРГ занимает именно женщина Ангела Меркель Такая подвижность словообразовательной структуры связана также и с тем Что суффиксы, образующие феминитивы в немецком языке Являются нейтральными и не несут никаких смысловых оттенков В отличие от русского языка По мере распространения идеи феминизма В немецком языке стали употреблять слова и женского, и мужского рода Для обращения к аудитории То есть говорить «Kalegin» от «Kalegine» На письме это обозначается в сокращенной форме Подобная многословность самих немцев Несколько забавляет, но они ничего не против Потому что это является проявлением хорошего тона Такая форма обращения привела к образованию в немецком языке Довольно странного явления, которое позже получило название «Gender Gap» В лингвистике это символ подчеркивания, используемый для обозначения пробела Между основной частью слова и его окончанием Служащий для цели уравнивания всех полов Работает это так В немецком языке «Gender Gap» используется путем навешивания дополнительного Женского окончания на существительное и прилагательное мужского рода Которые традиционно использовались для коллективного обращения Вариацией гендерного пробела является использование На том же месте и с той же целью гендерной звездочки Идея гендерного пробела вышла за рамки феминистских сообществ И сейчас в Германии не утихают скоро касательно этого вопроса Многие лингвисты считают такую языковую конструкцию уродующий язык И выступают категорически против введения ее в официальные документы Теперь вам есть о чем говорить с умными людьми А на этом я с вами прощаюсь Не забывайте подписываться на наш канал и ставить лайк Чус! Теперь вам есть о чем говорить с умными людьми А раньше было не о чем Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!